если в россии все крутится вокруг москвы и питера то германия намного шире разнообразнее и здесь нужно тщательно анализировать множество параметров чтобы выявить именно тот город где стоит инвестировать мне да и уверенно не только мне интересны города где ожидается значительный рост цен хотя бы 30 процентов за пять лет ведь реально заработать капитал германии можно именно на росте цены в этой серии поговорим о таких городах начну с истории лет шесть назад я приехала в один небольшой город германии на встречу с бургомистром такие встречи обычная практика это закрытые мероприятия на которых собираются консультанты оценщики инвесторы перед которыми выступают власти представляя свой регион в данном случае нам группе с 50 человек рассказывали об экономической ситуации рынке недвижимости мы стояли буквально в пустом поле и бургомистр с энтузиазмом описывал огромное производство в сфере машиностроения не текущее из будущего он там говорил об этом что мы с партнером буквально начинали все это видеть здесь будет дорога здесь будут детские сады говорил он через пять лет буквально в прошлом году в этот город он называется каменс на открытие крупного производства прижала госпожа мэркель там действительно создали 2000 новых рабочих мест и город вырастет в ближайшие годы в два раза это интереснейший пример я присутствовал при этом креативном процессе и воплощение мечты в том числе мечты инвестора который вовремя поверил в этот район к чему я привела этот пример тенденция последних двух-трех лет на рынке германии это рост интереса инвесторов к небольшим городам инвесторы мельчают но не потому что у них нет денег наоборот они готовы платить но как никогда трудно найти точку приложения средств одновременно крупные города к настоящему моменту пережили пик своего роста это не значит что они уже не привлекательны для инвестиций но уровень цен в мюнхене дюссельдорфе берлине настолько высок что во-первых трудно ожидать продолжение в ближайшие 5-10 лет а во-вторых доходы от аренды здесь минимальны они с трудом покрывают или даже не покрывают текущие расходы к тому же власти активно вводят программы по ограничению роста аренды и всячески препятствуют спекулятивным сделкам более того уже и в городах категории b динамика цен пошла на спад кстати по росту цен на жилье за последние 10 лет 500 тысяч на липциг обогнал и берлин и мюнхен внимание инвесторов переключается на небольшие города а как оценить перспективы небольшого города безусловно важны демографические параметры и не только рост или падение численности населения это например возраст населения и то каким он будет через 10-20 лет если вы инвестируете в дом престарелых в конкретном районе должно быть достаточно людей от 80 и выше и сейчас и через 20 лет безусловно важен размер общины инфраструктура транспортная доступность нужно обратить внимание на международное значение региона есть ли оно вообще в какой сфере насколько сильно она развита экология в германии играет огромнейшую роль сейчас эта тема и дальше будет на повестке дня наверное в россии не в такой степени обращать внимание на количество парков и зелени но в германии все по-другому не забудем что в германии есть ограничение по аренде есть регионы где можно поднимать аренду только максимально на 10 процентов или 15 процентов три года при смене арендаторов эти правила тоже действуют но особый момент на который я прежде всего обращаю внимание при оценке это экономический потенциал то ситуация в регионе те если хотите шансы на развитие оценить этот параметр трудно но при правильной оценке инвестор добьется максимального результата собственно в этом как оценщик я и вижу свою работу оценить те параметры которых нет в таблицах этот энтузиазм бургомистра если хотите где ожидать рост стоимости недвижимости ближайшие годы самая высокая доходность исходя из последней имеющиеся в распоряжении статистики то есть по данным за первую половину 2019 года во франкфурте на одере не путайте с маленьким франкфуртом также хорошие цифры есть городах гера десао во второй половине 2019 года начале 2020 года я прогнозирую динамику в городах эрланген карслуя и оснабрюк к сожалению трудно сказать сколько этот рост продлится но текущие показатели дают основания рассчитывать на интерес к аренде а затем и на рост цен есть и еще несколько населенных пунктов и я формируя собственный инвестиционный портфель еще интересный объект именно там в частной беседе буду рада рассказать подробнее в зависимости от конкретной ситуации на тот период в 11 серии проекта какие типы объектов наиболее рискованны для инвестора обязательно подписывайтесь на обновление youtube-канала прианру и ставьте свои лайки спрашивайте комментируйте подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки спрашивайте комментируйте